Привет! Добро пожаловать на «Сделай сам» за 5 минут. Я Триша Хёршбергер, и... Эй, здесь есть пользователи Macintosh, которые застали то время, когда мы сами могли апгрейдить с компьютера Apple? И не так давно это было, и не нужно было быть семипядей во лбу, чтобы справиться. В этой серии «Сделай сам» мы расскажем, как установить SSD на ваш старый Mac, чтобы он летал как новенький. Мы будем использовать версию 10.11 операционной системы L-Capitan, но тот же метод можно использовать на E7-T1010. Но сначала о главном. Лучше приобретайте диск с комплектом для установки, например, вот такой. Это существенно облегчит вам жизнь. Вставляете SSD во внешний контейнер, подключаете питание и загружаетесь в режиме восстановления. Для этого жмете во время загрузки «Command R». Далее выберите опцию «Диск ютилити» и щелкните «Продолжить». Затем следует выделить ваш SSD на боковой панели и щелкнуть иконку «Erase». Не забудьте дать имя новому диску. У меня будет «Джордж Мартин». Установите формат «OSX Extended Journaled», а схему «GUID Partition Map». Наконец, нажмите кнопку «Erase». Теперь настало время скопировать данные на новый SSD. Для этого из списка в левой части экрана следует выбрать ваш диск. Вот он, Джордж. В верхнем меню нажмем «Edit» и выделим пункт «Restore». В качестве источника выберем «Macintosh HD». Нажимаем кнопку «Restore», чтобы запустить процесс восстановления. Это может занять порядком времени, так что пока запустите какой-нибудь сериал или приготовьте себе чашечку кофе. После того, как клонирование завершится, вам придется чуточку поработать с хирургом, чтобы заменить старый жесткий диск. Например, у этого MacBook 2011 года необходимо отвинтить с нижней панели все винтики. Затем отсоединяем аккумулятор и выворачиваем пару винтов, крепящих старый кронштейн для SSD. Теперь можно извлечь диск. Отсоедините кабель SATA и выверните из диска крепежные винты. Подключите новый накопитель и завинтите все, как было. Готово! Фу! Самое сложное позади. Взлетаем! Включаем Mac, заходим в System Preferences и выбираем Startup Disk. Пометим наш новый SSD как загрузочный и перезагружаем компьютер. Он живой! Он живой! И будем надеяться менее заторможенный. Расскажите нам в комментариях, помогла ли вам полученная информация, делитесь своими советами, лайкайте это видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть еще больше роликов. Например, об Андроиде. Мы стараемся припасти что-нибудь интересненькое для каждого. Я Триша Хершбергер. До следующей недели.